Куриный суп с лапшой Один Достаточно Второй Опа, пополам Будем проверять Готово? Посмотрим Палка румяненькая Ну что, снимаем Последнюю Из того, что у нас оставалось Не, она еще не готова Две помидоры Нет, еще чуть-чуть Всем привет Давненько мы не встречались с вами на кухне Что мы сегодня будем готовить Будет куриный суп с лапшой Без картошки У меня младенький Владимир не любит В курином супе картошку Паршированный перец И пицца на сковороде Ну в общем, это меню обеда А еще мне надо успеть детей забрать из школы Так что начинаем быстро-быстро готовить Я все покажу, расскажу В описании к этому видео будут все ингредиенты Которые необходимы Вдруг вам захочется что-то из этого повторять Даю вам разные идеи Стараюсь кормить семью разнообразно Куриные ножки у меня уже варятся Я туда бросаю веточки петрушки Чтобы потом сразу их достать вместе И показываю, какие ингредиенты Еще нам будут нужны Для супа очень просто Морковка Вот сейчас же брошу Вот этот зеленый перец туда варится Лук и лапша Ну и зелень само собой А вот это Все у нас для фаршированных перцев Буду я их начинять Фаршем У меня тут два вида И булгур у нас сегодня Если булгур не любите Добавляйте рис Но булгур тоже очень необычный Вкус такой придает Здесь я вот собираюсь готовить Ведь уже мука есть Еще мне нужен будет йогурт Стоит в холодильнике Чтобы не испортиться Это будет пицца на сковороде Ну начинаем В первую очередь я конечно брошу этот перец Лук и морковку надо натереть Перец бросаю крупно Для того чтобы он не попадался Всем подряд в тарелках Буду делать зажарку для супа Сначала масло растительное Потом добавим лук Добавляем через полторы-две минуты морковку Зажарка готова Куриные ножки я тоже уже достала Сейчас очень быстренько сделаем суп с лапшой Сюда пересыплем Одной рукой действительно неудобно снимать А помощники мои еще все в школе Лапша у меня куплена в магазине Вот этот у нас супчик готов Лаврушка Соль И немножко черного перца Это когда у вас не хватает времени Что-то серьезное приготовить Супчик Для фаршированного перца нарезаем все мелко-мелко-мелко Все овощи Еще нужно будет и петрушку И два зубчика чеснока Курицу И укропчик Конечно надо будет попробовать на вкус Все Бустрый суп готов Будем готовить начинку для наших перцев Высыпала полкилограмма фарша Если фарша у меня начинкой-то останется Не страшно У меня перцев много На крайняк Я их просто начиню и заморожу Потом их можно в замороженном виде Легко готовить Добавляем сюда все, что мы нарезали Все наши овощи Добавляю смесь пряностей Еще нужно оливковое масло или растительное Примерно 3 столовые ложки Одну столовую ложку томатной пасты Теперь надо это все перемешать Начнем мы ложкой А потом продолжим уже рукой Не забываем посолить И добавляем один стакан булгура Обязательно надо промять рукой Чтобы все хорошо перемешалось Фарш готов Перец тоже освободили от серединок Сейчас мы их будем начинять И складывать вот такую Неблубокую кастрюлю Это гранитная Мне очень нравится Практически ничего не прилипает к ней Не подгорает Буду хвалить Она у меня давно уже Плотно не набиваю Потому что там еще внутри булгур Он сырой И он будет у нас еще увеличиваться в объеме Смотрите какая красота получилась Конечно же у меня остались еще перцы и начинка Я их сейчас соединю И потом положу в морозилку Вот так два раза приготовишь Фаршированный перец И вот еще на одну порцию она собирается Кстати по-турецки перец фаршированный Называется долма Но это еще не все Надо к нему еще соус приготовить Залить И тогда поставим на плиту И все Что нам нужно для соуса Пол литра воды Ну два с половиной стакана Одна столовая ложка томатной пасты Одна чайная ложка соли Две ложки растительного масла Перемешаем Вода у меня теплая Аккуратненько выливаем Думаете на этом все? Нет Мы еще сверху Положим помидорчики И лимон Вот лимон даст кислинку И особый-особый вкус Вот примерно пол лимона Я просто серединки взяла Краечки не стала резать Вот так Вот теперь Все Будем отправлять на плиту Закрываем крышечкой Сначала на средний огонь Потом когда закипит Огонь уменьшим И 45 минут будет готовиться Если вы будете готовить с рисом То времени надо дать побольше Примерно около часа Рис все-таки дольше готовится Чем булгур Ну все Крышечку не открываем Ничего Пусть себе готовится Не успела у меня перец фаршированный Приготовиться Но мне нужно ехать в школу Забирать младших детей Вчаянная школа заканчивается 14.40 Понеслась я за ними Вы думаете Они голодными останутся? Нет У меня конечно же всегда найдется Запасной вариант Чем детей покормить Либо сказать Ребятки Ждем еще 15 минут Плиту я выключаю Не могу ее оставить Без присмотра Мало ли В принципе я вернусь Достаточно быстро Через минут 15 Но вдруг что-то пойдет не так Нельзя оставлять Включенную плиту Если ты уходишь из дома Даже на минуточку Даже к соседке Если Или в магазин за продуктами Потому что Всякое бывает Или дверь не открылась Или заболтался Ну кому я рассказываю Я знаю кто меня смотрит Тоже такие же дамы Как и я Поэтому Я бегом в школу И потом продолжим А еще я Почему тесто-то не стала делать На пиццу Я обнаружила Что у меня не хватает сыра Вот один сыр я достала Моцарелла У меня в морозилке лежит Я в рацион А кошар Который у меня всегда Вроде бы был В холодильнике А его нет У меня там другие Два вида сыра есть У меня есть и белый У меня есть чедра Штрибита И еще есть Телепинер А вот Кошар Нет Надо еще Быстренько в магазин Забежать Еще кусочек сыра Купить Я детям обещала Сегодня пиццу Я ее все-таки Приготовлю Пришла я в школу Детей забрать Бежит Бежит Привет Как дела? Шамана Ждем спираню Вот идет и Аня Мы все Едем домой Я здесь и не заметила Не заметила тебя А ты сегодня Какая-то Неприметная Вот У тебя хотим Всем приятного аппетита Спасибо Спасибо Так Фаршированный перец Пока не доготовился Кто его любит? Аня любит Да Вот заметили Она один пальчик подняла Это в Турции Вот так поднимают руку Да Пальчик Вот так Пальчик Это у нас Была Полностью вся рука Вот так Да И вот так Выше А здесь пальчик Пальчик Ну давайте Кушайте Приятного аппетита Всем привет Мама Меня как вы видите Забрала из школы Едем сейчас домой Вот так вот Я готовлю еду Днем урывками Вот между тем Перебежками Туда-сюда Скажут почему же я не могу это сделать утром И потом расслабиться А утром я занята работой Я не просто домохозяйка Которые вокруг кухни пляшут Неправда У меня масса других дел есть У меня есть работа И не одна И то есть как бы Ну готовлю когда получится Но стараюсь Чтобы все было вкусно Всех порадовать Я уже тебе сказала Что у нас будет Вот Только надо нам заехать еще в магазин Надо купить еще сыр Про погоду Сегодня обещали дождь Смотрите Ну облака есть Ну то есть Днем было точно чистое небо И даже тепло Я ходил без кофты Как вы видите Мы уже да Понадевали кофты Вот мама в жилетке сидит Чтобы быть как все Чтоб не выделяться Мы же пойдем еще в магазин Туристы я уверена Еще в футболках ходят Потому что плюс 19 градусов Это еще не так холодно А некоторых я уже видела В шапках Дети сегодня в школе Даже были в шапках Представляете Да А мои вышли в футболках Как обычно Зима приходит Да потихоньку До зимы чуть-чуть осталось Все Ну у нас вот такая погода Видите 17 часов 10 минут Еще светло Не знаю как у вас В 5 часов вечера Ну вот осталось Купить сыр Вот надо такой Кошар пейнер Это сыр для пиццы Как меня муж называет Сейчас возьму Ох вот это Жирный Там яйлы Фазе кошар пейнери 500 грамм Вот столько Варианта сыра много И разного размера упаковки Но уж сразу возьму Полкило Заходишь в магазин За одной позиции А в результате набираешь Ну Синеполную терешку Ту половину точно В общей сложности У меня готовилось 50 минут Скажите Помните Я выключала Ну я приблизительно посчитала Отключаем Одним глазиком Посмотрим Как в этот газет И пусть Смешит пока Куриный суп С лапшой Тебе побольше Лапши поменьше Курица Классно Очень аппетитно Выглядит Он разливается Так Перец Один Достаточно Второй Разрежешь Покажешь Сейчас еще йогурт Принесу Приятного аппетита Спасибо большое Ты не суп Показывай Давай разрежем И сверху Как йогурт Видно в начинке Что есть Да Андрей любит Гречку Совсем могу Гречку Ед Вкусненько Вот таки приходится И всех кормить По очереди Поэтому мы любим Ужины Когда мы все-таки Вместе встречаемся Потому что Обед у нас Понятие Растяжимое А еще я обещала Приготовить пиццу На сковороде Будет Обязательно Будет Я выполняю Свои обещания Это очень легенький Простенький рецепт Никаких дрожжей Нам нужен будет Разрыхлитель Только Два стакана муки Разрыхлитель Перемешаем Йогурт У меня вот стакан Все стаканы У нас в квартире 200 мл Одна чайная ложка соли Кто любит Более соленое Можете добавить больше Ну Досолить всегда можно И одно яйцо Вот собственно говоря Все тесто Будем сейчас Перемешивать Я вам показываю Два стакана муки На самом деле Нужно еще где-нибудь Одна треть Или полстакана В запас Вдруг тесто Подправить Показываю Видите Какой у меня сегодня Жидкий йогурт Оказался И яйцо Было очень большое И тесто Вот такое Оно не должно быть такое Я сейчас добавлю Полстакана Сначала чуть-чуть Поэтому если даже Вы готовите Каждый день Но продукты Могут вас Подвести Тесто все-таки Должно быть Похоже на тесто Так вот сильно Не прилипать Вот тесто Приготовили Мне ушло почти Три стакана муки Ну все зависит Реально от йогурта Вот пусть пока Оно постоит В сторонке А мы займемся Соусом и начинкой Будем готовить соус Нам нужна Одна столовая Ложка Томатной пасты Чуть-чуть Укропа нарезала Ну и у меня И свежий базилик Пошла на балкон Нарвала Сразу сюда И нужно будет Полстакана воды То есть все Самое простое Если нет базилика Свежего Можно добавить Сушеный Укроп Немножечко Соли Растительное масло Одна столовая ложка И принесла Полстакана воды Потихонечку Очень жидким Тоже соус Не должен быть Вполне нормальная Консистенция Убираем И дальше С начинкой разбираемся Колбасу турецкую Называется она Суджук Я порезала Знаете Что я турецкую колбасу Не очень-то люблю Но есть Хорошая фирма Вот это хвалю Она изофьенка Рахисар Ее есть можно Но и на них дешевая Это у меня сыр моцарелла Остатки были в морозилке Ну а это сейчас купили Надо натереть Помидорчики нарежем Тоненькие Ну раз у нас пицца маленькая У меня сковородка Диаметром 25 см Значит она все маленькая Сегодня Нарезаем помидорки Сыр натерла 200 грамм Получится из этого маленького кусочка У нас 4 маленькие пиццы Кстати Для тех кто сомневается Что это все готовилось В один день Видели? Вот эти Фаршированные перцы И вот суп с лапшой Еще даже не остыло Ну что, приступаем Взяла специальную ту штуку Чтобы диаметр видеть 25 см Как правильно отдыхать Шарики Так мало? Да Почему так мало? А нам нужно 25 см Вот Видишь? Ну смотри Ну дочеки И не хватит Видишь? Хватит Опа Смотри Как раскатывается Хорошо Я вижу Ну что, получится Я тут и больше Могу раскатать Ну что, получилось? Нормально Так Оп Распределяем Так Теперь надо начинку На сухую сковородку Сковородка у меня Гранитная Из того же самого комплекта Что и Кастрюлька была у нас сегодня Днем Так, теперь Соус Распределяем Первая пицца Будет для Ани И вот это у нас Много сыра Не жалко Корошечкой Закрываем И отправляем Прямо вот такую Холодную сковородку И готовить Первая будет готовиться Дольше Чем последующая Из того же сковородка Холодная И с ней надо Очень осторожно Средний огонь Потом уменьшим Все Пошли раскатывать Следующие И такие же Темпами Сделаем Вот так Да, сейчас тут Заготовок сделаем Потому что Надо бы потом Очень быстро Делать Сковородка Будет горячая И нельзя Задерживаться Иначе тесто Домышко Начнет поджариваться А у тебя Сверху начинки Нету Поэтому будем Спешить Вот смотрите Начало Готовиться Сыр плавится Но оно не пропекается Хорошо Упираем Из большого огня На маленький Пусть потихонечку Потихонечку Пропекается Потом мы проверим Донышко Пока мы просто Разглядываем Через прозрачную Крышечку Смотрите Как выглядит Будем проверять Если донышко Пропеклось Значит Готово Смотри Похоже на пиццу? Да Похоже Ну все Снимаем Опа Первая пицца готова Пошли Следующую делать Так Здесь мы Сразу продумаем Что зачем Мы делаем Потому что Времени у нас Очень мало Калмаска Пару 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 Помидор Все Поехали Уже ставим на маленький огонь Пусть его сделаем побольше Потом уменьшим Когда начнет прожариваться Видите Значит Сыр плавится Я огонечек уменьшаю Ну чисто просто Это уже дело тренировки Все Пусть готовится Потихонечку А мы можем пробовать Моя пицца Это Анина пицца Горячая Пицца с сыром Вкусно Вот Пицца на сковороде Тоже получается И очень быстро Ну конечно же В печке будет лучше Это понятно Но если у вас нет времени И либо не работает духовка Или вы где-то Находите в таком месте Где у вас ее нет Вот На сковородке Можно приготовить Ладоши была Сковородка И крышка Приятного аппетита Спасибо Будем проверять Готовы? Посмотрим Ооо Какая румяненькая Ну что Снимаем Снимаем на досочку Потому что В тарелке Ехать Резать Неудобно На деревянной поверхности Еще не могу Утряхнем Раз Два Три Опа Прям в точку Мы добавили еще Потому что Мы думаем Что это уже И не хватит Там сыра нигде Не будем экономить Мы не на продажу Готовим для себя Мы не жадничаем В духовке тоже Быстро Допекается Но В духовке Надо больше Сморовки И тесто Для духовки Делается Другое Дрожжевое А если нету И духовки И Лена Сломалась Что будешь делать? Пойдем Я ее на костре могу Приготовить На природе На природе Я даже пироги готовила Когда мы ездили Да У нас есть палатка Правда Мы очень давно Никуда не выбирались Все вместе Палатка Пятиместная Аня шутит Палатка Трехместная Потому что Когда мы ее покупали Настолько людей не было Аня ездила еще Владимир не ездил Ни разу Да Вообще Ни разу А я помню Она такая Оранжевая Такая огромная Просто Вот это Пицца для Владимира Сейчас мы ее Размежем И позовем Его пробовать Вот уже Владимир Пришел Да И контролирует Как будут разрезать Его пиццу Я могу готовить Вот такие маленькие Которые вообще Резать не надо Вообще Да Вот следующий раз Вот такие Напеку То есть Меньше чем Один кусочек Да Ой Если так тянется Хорошо Все Аня Хочешь пробовать Ну как Кухня Готовим следующую Следующая Какая будет Такая же Это будет кому Мне Андрею Ну а для папы Останется Сэр А вы мне Каждый кусочек Дадите Просто у меня Тесто получается На 4 пиццы Вот эта доза Если нужно Делать больше То надо 2 яйца И все В 2 раза больше Тогда получится Большее количество Грец Скажите Что я За целый день Так мало еды Наготовила А знаете Сколько я еще Параллельно Дел сделала Просто я же не снимаю Каждую минуту Что со мной происходит Ну вот так Стараюсь Чтобы детям Было весело Интересно Дома И разнообразная еда Чтоб они Да Любили приходить домой И радовались Если папе Некогда готовит Готовит мама Если маме Некогда Готовит папа Вот такие у нас В принципе А еще мы очень Любим ходить в кафе Когда все Отдыхают Я думаю И вы тоже любите Ходить в кафе Не надо говорить Что только домашняя еда Самая лучшая Капа тоже бывает Хорошая Ну Надо места знать Я сейчас Доготовлю Все остальные Спасибо вам За внимание Что вы Смотрите наш канал Да Вот у меня Сегодня такое видео Влог получилось Я показывала Как готовлю Простые Очень Очень Даже Простые Блюда Пошли Уже готовы Следующие Видите Сейчас мы ее проверим А еще Сколько у меня Грязной Посуды Вы знаете Уже один раз Уже посудомоечную Машину Успела Помыть Все То есть Тоже Следующую серию Набираю Сейчас мы ее Проверим Видите Очень Рекомендую Такие сковородки Гранитная Сковородка Еще Чуть Еще не готова Чуть Чуть Смотри Ну Смотри Ну Уже Ну Выглядит В принципе Как готово Ждем Буквально Минутку Потому что Я готовлю В очень Маленьком Огне И могла Спокойно С вами Разговаривать Вот Видите У меня Такие Посуды У меня Еще Есть Разных Размеров Они Комплектами Идут А сковородку Можно купить Отдельно Есть Сотейники Есть Вообще Отдельная Вот Я не занимаюсь Декламой Этой Фирмы Но Говорю Гранитная Посуда Очень Даже Хорошая Я Возила В подарок И все Довольны Вот Так Очень Быстро Можно Приготовить Тесто Видели Готовится Очень Очень Просто Без Всяких Заморочек И Что У вас Дома Есть То В пиццу Бросаем И Вообще Что Вы Там Хотите Но Сыр Это Главное Без Сыра Будет Невкусно Опа Это Сюда А Это Сюда Делаем Последнюю Последнюю У нас Будет С чем А Последнюю У нас Остался Только Сыр И Две Помидорки Ну Как Тебя Нарепиться Покажет Интересненько Сегодня Олз Пуноченько Ммм Вкусненько Последнюю Из Того Что У нас Оставалось Не Она Еще Не Готова Две Помидорки Еще Чуть Две Помидорки Две Помидорки Зато Знаю Как они Красивы Ой Сыр Как Тянется В общем У нас Весело Всем Хорошего Дня Хорошего Вечера В наше Видео Выходит Каждый День В 7 Часов Вечера По Московскому Времени Значит Всем Приятного Аппетита Пора Ужинать Ну а это Вот Хотите Очень быстро Приготовить Я вам показала Как Пока 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 Пока